Теперь мы на спорте! Здравствуйте! Здравствуйте! С вашего позволения я напомню, что прошедшее первенство Европы в Италии стало для кировских акробатов без преувеличения триумфальным. Так, среди спортсменов 11-17 лет награду высшей пробы завоевала женская пара Александра Новоселова и Валерия Наговицына мужской дуэт. Также победил Иван Мусихин и Арсений Бочкарев, они поднялись на вторую строчку. И ваши воспитанницы добились тройного успеха в том же городе. Пожалуйста, расскажите о том, каких успехов добились ваши девочки и насколько сложным оказался этот путь. Ну, конечно, мы все лето работали, тренировались, у нас не было практически как бы отдыха. Правда, мы съездили на юг на сборы, но мы именно там тренировались и ездили в Новомихайловку специально, где есть специализированный спортивный зал, чтобы быть в форме. Но восстанавливаться все равно пришлось как-то очень тяжело, потому что все лето не было соревнований. Обычно, когда после соревновательного сезона, восстанавливаться и выступать как бы легче. Для этого мы, конечно, съездили в Октябрьские на соревнования. Мы проводили совместно с первой спортивной школой три контрольных тренировки. Мы как-то работали все вместе, сплоченно подсказывали друг другу, обсуждали. То есть мы как бы были не одни, то есть мы все равно были именно командой Кировской области. Вот, конечно, дети выступали на таком уровне соревнований вообще первый раз. Мы даже не выступали на международных соревнованиях. И, конечно, я очень переживала, справятся ли они как бы психологически. Вот, но вроде все удалось. Давайте напомним, кто именно поехал в итальянский город Пизаро, ну и каких успехов там добились девочки ваши? Ну, девочки это Кира Феофилактова и Новоселова Дорина. Вот, они выступали по категории 13-19 вместе со взрослыми, сеньорами. Как бы считалось уже чемпионат Европы. Вот, было еще и посмотреть на получиться, как бы, вот. Но девочки сказали, что им почему-то было выступать на таком уровне соревнований проще, даже чем на чемпионате России и первенстве России. То есть, получается, что чемпионат России и первенство России, они по уровню конкуренции получились выше, чем чемпионат Европы? Получается так? Они сказали, что мы тут никого не знаем, и нам почему-то было поэтому легче. А как бы в России они уже знают конкурентов, знают составов, знают детей. Но это вот именно мнение как бы было детей, вот это их как бы внутренние ощущения. Я напомню, что Дорина и Кира в дуэте, они трижды покорили призовой пьедестал сразу в трех упражнениях. В балансовом, в темповом и в многоборье. Как удалось добиться тройного успеха? То есть, я понимаю, в одном каком-то упражнении стать первыми, но тут сразу в трех. Это надо, тройная подготовка нужна, и стальные нервы, наверное, и тренеры, и девочек. Ну, вот знаете, конечно, как и тренер, я была сама даже поражена, что можно сказать даже, что просто дали. Получилось так, что темповое упражнение, когда мы разыгрывали, уже мы отобрались по упражнению в финал. И, ну, мы почему-то думали, что мы Израилю проиграем, потому что мы немножко совершили как бы ошибочку небольшую там. Она шаг сделала нижняя, а те отработали более как бы почище. Оценки были на полбала больше у Израиля, чем у нас. Но мы уже как бы думали, что все, мы отдали золото. А получилось, что мы выиграли две тысячных только за счет трудности. У нас была трудность на семь десятых больше, и мы отыграли две десятки. Как раз хотел спросить о количестве соперниц, которые соперничали с девочками на чемпионате Европы. Вообще, из каких стран приехали вот в непростой пандемии? Ну, там было больше 25 стран. У нас была конкуренция с Израилем, с Португалией, с Великобританией, Белоруссией. Ну, это вот именно которые составы очень такие как бы сложные. И представляли все страны почти все по два состава. А в финал выходит один от страны состав, так же как у нас. У нас представляло два состава от России. А в финал выходит более, ну, как бы сильный состав, который выполнил это упражнение. Чище, ну, лучше и как бы у кого оценка выше. В сборную России тоже два состава представляла? Тоже представляла два состава. Ездил вторым составом женской парой из МОС области. То есть, получается, спортивная акробатика кировская, она выше по уровню и по сложности выполняемых элементов, чем акробаты из Московской области? Ну, так я бы не могла сказать, потому что у них очень высокий уровень подготовки и все. Но вот на данной ситуации сложились вот так вот. Вы как раз сказали, что за счет сложности именно обогнали израильцев. Это израильтян, да. Ну, соответственно, и наших девочек вы тоже за счет сложности получили? И за счет сложности там получилось, что у них оценка была как бы пониже, чем наша. Так их отсудили как европейские судьи, мировые судьи. Совсем забыл спросить, насколько вообще сложно было выехать в Европу в связи с продолжающейся пандемией. Потому что, когда в прошлый раз сюда приходили спортивные акробаты, они говорили, что добирались до мест проведения своих турниров с несколькими пересадками. Вообще сложно сейчас выехать в Европу и насколько вот долгим путь оказался? Долго не, как насколько я знаю, долго не приходило приглашение. А приглашение, но все равно приходит в Федерацию спортивной акробатики России или в Олимпийский комитет. Вот, была очень организована хорошо поездка, но у нас никаких затруднений не было. То есть, у нас были очень хорошие руководители Никитина Ирина Васильевна и так Светлана Юрьевна, которые организовали это все. Ну и старший тренер Гургеница Тимурас Владимирович, которые все это организовали и проблем как таковых не было. У нас была создана группа, в которой они выкладывали всю информацию, что по заполнению каких анкет, какие анкеты нужно заполнить. Они могли у нас их проверить, правильно, неправильно, что ПЦР надо, какое, что. То есть, все было в группе, выложена вся информация, какие нужны документы для пересечения границ. Поэтому у нас не было проблем и мы добирались до Болонии, и там нас встречал уже автобус, именно всю сборную. Я почему спрашиваю про время в пути, потому что ведь это же все накладывается на подготовку и на восстановление после долгого перелета и переезда. Поэтому не могло ли это сказаться, например, в худшую сторону в планете? Но мы до отъезда, у нас не было отдыха, мы тренировались, потому что мы знали, что у нас будет день в пути, а потом у нас еще был день тренировок. Вы уже сказали, что для девочек, которые победили в Италии, этот турнир был первым в международной карьере. А что было сложнее для вас, как для тренера, пройти полуфинальный рубеж или все-таки уже в финале болеть за девочек? Вот в плане эмоциональном, психологическом, физически, может быть, силы? Наверное, самое сложное, это еще отобраться у нас в России на такие крупные соревнования, потому что конкуренция у нас очень высокая, большая. Вот. А туда мы поехали, конечно, ну, я не знаю, как я тут выразилась, на перроне, когда нас встречали в вокзале, что мне приснился сон, что мы выиграли. Вот, как сказали, мне приснился сон, да. Вам приснился сон, что вы выиграли сразу в трех упражнениях? Нет, что, я говорю, девчонки, мы уже победители. Ну, получается, сон в руку, сон выдался вещем. А вообще эмоции зашкаливали на этом турнире? Конкретно у вас, как у тренера? Ну, конечно, тренер у него идет, как мне мой тренер говорил, срабатывает двойная такая, как бы, психология. То есть ты переживаешь же, как бы, за своих детей, и еще у тебя срабатывают твои эмоции, когда ты сам выступал. То есть, и получается, идет все равно на тренера, как бы, двойная нагрузка такая. Вот, но я как-то в этот раз старалась все-таки себя настраивать так, чтобы спокойно, чтобы их не дергать, чтобы они, как бы, уверенны, потому что иногда лишние какие-то слова, они тоже начинают дергать детей, и, как бы, для них это тоже начинается какая-то нервотрепка. Поэтому очень, может, даже и хорошо, что у меня пропал голос во время соревнований, что я уже, может, где-то даже лишнее что-то и не говорила. А для чемпионата Европы вы готовили какой-то особенный номер или взяли тот номер, с которым выступали на чемпионате России? Нет, мы обращались, как, к сожалению, у меня был хореограф, она уехала в другой город жить, и мы сейчас уже работаем в течение трех лет без хореографа. Это очень, как бы, тяжело. Вот, и, конечно, вот у меня моя воспитанница Дубровина Елизавета Николаевна, она очень хорошо составляет композиции, она помогает где-то и отрабатывает, и все. И обращались, как бы, к специалисту, к Данёве Наталье Валентиновне, чтобы она нам составила упражнение. Мы, да, поменяли третье упражнение, сделали новую программу, может, немножко уменьшили сложность, ну, не намного, там, на две десятых, чтобы все-таки дети, как бы, прошли намного чище, потому что именно чистота выполнения упражнений, она очень много, как бы, влияет. Сколько времени ушло на постановку и подготовку всех упражнений? Мы все лето работали. А был ли такой момент, когда вы поняли, что вот золото от вас уже никуда не денется? Нет, такого момента не было, потому что все равно все команды хотят, как бы, золото, золотую медаль. И когда мы работали балансовое упражнение, мне даже тренеры говорили Российской Федерации, что, Лен, если не дадут, не переживай, не расстраивайся. И мы работали третьими, и, как бы, последними работали, ну, как конкуренты наши, пара женская из Белоруссии. У них баланс, как бы, почище, вальтишь похуже. Ну, мы думали, что все-таки балансовое упражнение отдадут белорусам. Вот, ну, вот, видимо, судьба на нашей была стороне, судьи были на нашей стороне. Мы все-таки смогли у них отвоевать, две десятых выиграть у них. А такой вопрос, кто-то из родителей девочек, может быть, присутствовал на трибунах или все болели дома по интернету? Все болели дома, дети показывали, и тренеры, как они сидят в зале, никто не тренируется, все включали телефоны, компьютеры, и всем залом смотрели и болели. Хорошо, тогда такой вопрос, от кого был первый звонок, может быть, сообщение с поздравлениями о победе? У нас, понимаете, там была только связь вечером в гостинице, поэтому приходишь в гостиницу, и у тебя там смс-ок уже штук 30, поэтому ты их начинаешь уже пролистывать и считать, поэтому я не могу сказать, кто именно первый. А после таких громких побед вообще чувствуется усталость или вот бурлящая адреналина не дает эту усталость проявиться? У меня какое-то, могу честно сказать, не знаю почему, какое-то пустошение, потому что, видимо, все равно выгораешь, я так думаю, что вот эта вся подготовка, соревнования, все эти перелеты, потом мы там тесты сдавали, тесты сдавали по прилету, тесты сдавали по отлету, были такие случаи, что были положительные тесты, хотя, например, первый был отрицательный, тест дома был отрицательный, там первый был отрицательный, поэтому немножко все равно вот такая нервотрепка, чтобы у всех все было хорошо, чтобы допустили до соревнований, чтобы никого не сняли, ну и чтобы спокойно могли уехать домой. Еще даже была такая вот. Хорошо, что все обошлось. Да. Вы уже сказали, что по приезду в Киров вас на перроне Кировского вокзала встречала целая группа поддержки, вообще вот такая встреча на вокзале, она стала для вас неожиданностью или кто-то вам все-таки сообщил, что вот сейчас вы приедете и вас тут встретит большая группа? Ну, у нас приехали первые, которые приехали с первенства Европы 11, 17, 12, 19, их встречали, поэтому уже как бы мы предполагали, что нас тоже будут встречать, потому что нас спрашивали, когда мы приезжаем, во сколько это. Не случайно, неспроста спрашивали. Да, ну и я думаю, что дети уже как бы тоже догадывались, медальки положили поближе, вот, ну как бы предполагали, что нас тоже будут встречать. Угу. И еще такой вопрос, когда мы с вами договаривались на запись программы, вы сказали, что вот вы буквально на несколько дней в Кирове и сразу буквально уезжаете. Нет, это я как бы не на соревнования уезжаю, я хочу съездить к себе на родину. Угу. У вас сейчас отдых будет? Ну, вот я просто как бы думаю, что мне потом опять не выехать, у нас 20 числа уже начинается октября область, потом у нас командный чемпионат России, потом у нас Куба Конева и у нас опять как бы начинается как клубочек, как ниточка, поэтому найти возможность и время не получится опять, а я не была 15 лет на родине. То есть получается такая подзарядка как раз эмоциональная, вот сейчас у вас есть момент, чтобы перезарядить батарейки и вернуться к работе с новыми силами. Да, вот просто у меня все не получалось, то у нас тут подготовка, то там подготовка, поэтому вот я все-таки вот приняла решение, что нужно вот именно сейчас, потом опять не будет возможности. Ну что ж, я желаю вам хорошего отдыха и успешного нового сезона, потому что сезон уже не за горами, вы сами сказали, что уже 20 числа начинаются очередные соревнования в спортивной акробатике. Я напомню, что сегодня гостем программы на спорте была заслуженный тренер России по спортивной акробатике Елена Иларионовна Лазарева. Меня зовут Антон Погодин, большое спасибо, до свидания. До свидания.